Друзья, всем привет! Ровно две недели назад я делал для вас ролик, в котором рассказал, что ждут пользователи от iOS 15. И вы внезапно приняли этот ролик очень хорошо, написали мне много комментариев по поводу того, чего вы именно хотели бы в iOS 15 получить. Поэтому сегодня мы как раз об этом поговорим. Меня зовут Максим, вы на канале Диуминс Лаунж, поехали! Итак, начать нужно с того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы высказали много именно ваших пожеланий, чтобы мы понимали в целом картину. И на самом деле там было кое-что интересное, поэтому сегодня мы это обсудим, я буду зачитывать то, что вы хотели и немножко это комментировать. Надеюсь, такой формат вам понравится. Итак, первое это блокировка принудительной перезагрузки. Я так понимаю, что имелось в виду, чтобы нельзя было выключить либо перезагрузить ваш смартфон, не вводя пароль. И знаете, с одной стороны, как бы это кажется бесполезным, но с другой стороны, это может быть очень полезно в том случае, если ваш iPhone украли или вы его потеряли. Таким образом, никто не сможет просто взять и выключить ваш iPhone, и вы успеете заблокировать его с помощью локатора. Да, это имеет смысл. Еще сюда бы я от себя лично добавил возможность блокировки контрол-центра на заблокированном экране. Потому что элементарно, злоумышленник может вот так вот смахнуть и здесь выбрать авиарежим. Все, вы уже ничего с вашим телефоном не сможете сделать, не заблокировать, не какие-то данные на него передать. Это, конечно же, печально. Поэтому хотелось бы, чтобы вот эти возможности тоже добавили. Двигаемся дальше. Хотелось бы, чтобы добавили возможность отключить библиотеку приложений и виджеты, которые добавили в iOS 14. Здесь я, наверное, соглашусь. Единственное, по поводу виджетов, ими в принципе не обязательно пользоваться, они вам никак не навязываются. А вот от библиотек приложений она доступна по умолчанию, никак ее убрать нельзя. Я не особо часто, например, ей пользуюсь. Ну, может быть, там, не знаю, 2-3 раза в месяц. Мне она не суперудобна. Я привык по старинке. По поводу виджетов отдельная тема. И, кстати, вот прямо сейчас после этого ролика запишу еще один. Завтра про них поговорим. Потому что для меня пока виджеты в iOS немного странная тема. Но, опять же, отложим это уже до завтрашнего ролика. Там это обсудим. Чтобы, естественно, не пропустить, там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда YouTube вам пришлет уведомление. Идем дальше. Сделать раздельную громкость для разных элементов системы. Для будильника, звонка, приложений и так далее. И здесь я тоже с этим соглашусь, потому что немного бесит тот факт, что у будильника громкость синхронизирована с звонком. И если вы звонок хотите сделать себе потише, а будильник погромче, либо наоборот, то у вас будет не очень приятная ситуация. Поэтому я считаю, что в настройках было бы классно сделать отдельный подзвонок, где это можно было бы отрегулировать. В принципе, это далеко не сложно. Как вы знаете, на всех андроидах это есть. Я в целом не вижу каких-то проблем для Apple реализовать эту функцию. Следующий запрос это кастомизация Control Center в iOS 15. Действительно, эта штука назревает давно. Там много вещей, которые мне лично, например, не нужны. Там много вещей, которые бы я хотел поменять местами для своего удобства использования. И делать это можно очень прям сильно ограниченно. То есть вы можете какие-то иконки внизу добавлять, какие-то убирать, но это все не то, что нам нужно. Да, это тема, которую я реально хотел бы увидеть, потому что, как мне кажется, это важно, чтобы вы могли под себя настроить этот элемент. Я опять же не думаю, что это прям огромная проблема, потому что элементы, они такие квадратные и стандартные. Можно их хотя бы, блин, поменять местами, чтобы было. Если компания Apple это бы сделала, это было бы, конечно, огромным плюсом. Следующий запрос, причем не от одного человека, был на многозадачность. Дело в том, что в iOS как бы есть многозадачность, но как бы ее и нет. Вы скажете, в смысле? И на самом деле это действительно так. Потому что если вы сейчас прямо возьмете, например, в каком-нибудь Телеграме или в Safari, поставите что-то на загрузку и свернете приложение, а загрузка у вас, собственно, прервется. И это нельзя назвать многозадачностью в нормальном ее виде, потому что вы должны свернуть, вы же не закрыли приложение, попользоваться какими-то вещами, вернуться и все должно происходить, как и происходило. Но iOS настроена так, что она старается максимально экономить заряд батареи. Поэтому, собственно, все эти загрузки сворачиваются. Я считаю, что тоже можно было бы обойтись каким-нибудь тумблером, который вас бы предупреждал. Да, вы можете активировать полную многозадачность, но автономность у вас уменьшится. Хотите? Да? Нет? Наверное, это было бы справедливо. Следующее это офлайн радио. Здесь, к сожалению, может быть для многих счастью, офлайн радио нереализуемо в айфонах, потому что здесь просто нет FM-модуля. То есть на многих андроидах есть именно FM-модули, и с помощью этого вы, собственно, можете использовать ваши наушники как антенну и использовать радио. Но, к сожалению, в айфоне, опять же, или к счастью, это нереализуемо, потому что именно железной функциональности он такой не предоставляет, поэтому в iOS 15, 16, 17, 17, 20 мы этого, конечно же, не ждем. Еще одну справедливую вещь пишут, это обновление по 4G, по 3G, вообще по любой сотовой сети. Реально, Apple, вот сколько можно? Здесь реально нужно сделать апдейт, потому что у меня хороший тариф, у меня, в принципе, нормальные условия и по скорости, и опять же по тарифу. Почему я не могу обновиться по LTE? Только Wi-Fi. Причем доходит до такого абсурда, что можно начать загрузку по Wi-Fi, вот как только он загрузился, началась подготовка обновления, то можно уже переключаться на LTE. Но если оно еще не загрузилось, то тогда будьте любезны на Wi-Fi, держитесь. Это, наверное, как по мне, очень странно, и поэтому я рассчитываю, что Apple хотя бы вот в iOS 15 это порешает. Тем более, новые айфоны поддерживают 5G, сверхбыстрые скорости, ну так дайте мне загрузить обновление iOS по тому самому 5G, да хоть по 4G, неважно. Из интересных запросов это просьба убрать вот эту вот нижнюю полоску на айфонах безрамочной линейки, скажем так, потому что она может мешаться, может не очень красиво выглядеть. Я понимаю, конечно, что это функциональная особенность системы, и эта полоска везде появляется для того, чтобы вы всегда могли понимать, где, собственно, свернуть, где развернуть приложение и так далее. Но в целом, опять же, если бы в настройки добавили пункт «Скрыть ее или не скрыть», наверное, это было бы нормально, потому что есть люди, которые пользуются айфонами в таком форфакторе, начиная с десятки, пользовались там, например, 10S, 10R, 11, 11 Pro, 12-ми, и они уже знают наизусть эти методы управления. Так зачем им эта полоска, не очень-то понятно. Тоже из интересных запросов просьба сделать часы на экране блокировки меньше. На самом деле, мы долго там с человеком думали, а зачем это вообще нужно. И, в принципе, мне сказали, что так, например, реализовано на Самсунге, и там это выглядит более эстетичнее. Попользовавшись Galaxy S21, я могу сказать, что, ну, в целом, может быть. Да, то есть, меня, в принципе, устраивает вот эта вот стандартная версия iOS с часами, но если бы была возможность выбора, наверное, было бы неплохо, потому что, знаете, в чем проявляется минус вот именно такого размера часов и никаких альтернатив? Иногда бывает сложно подогнать под нее какую-нибудь обоину. То есть, если у вас обоя прямо разрезает часы, это обычно выглядит некрасиво, и приходится подбирать обоину так, чтобы вот она их как-то обтекала плавно. Главное, что вот эта стандартная обоина на iOS это делает, потому что иначе я бы жить, например, не смог, и пришлось бы ее на что-нибудь менять. Поэтому, да, вот именно с этой точки зрения я согласен, что как бы чуть-чуть размер их можно было бы регулировать, было бы классно. Еще из интересных фишек это виброотклик при том случае, когда вы дозваниваетесь до кого-то. То есть, например, вы кому-то набираете, прикладываете к уху, что-то начинаете говорить, и человек уже вас слышит, а вы этого не знаете, если человек не сказал вам алло. Это, наверное, не очень-то секьюрно, потому что всякие разные ситуации бывают, да? Бывает даже такое, что люди начинают за спиной про человека что-то говорить, а он уже взял трубку, и приходится прям слушать, что там взяли трубку, не взяли и так далее. Поэтому, да, простой виброотклик был бы приятен, тем более, что его можно сделать очень тактильно приятным, ввиду того, что на всех айфонах, кроме, наверное, iPhone SE первого поколения, сейчас стоит уже Taptic Engine, и он может классно отрабатывать вибрации. Тем более, как говорят, опять же, iOS 15 не получит поддержку iPhone SE и iPhone 6s, поэтому, в принципе, все айфоны теперь будут поддерживать Taptic Engine. Надеюсь, что добавят, но есть вот определенные сомнения в этом, хотя, конечно, бы очень хотелось. Еще туда же писали возможность виброотклика на клавиатуре, но вот это, я считаю, можно добавить как опцию, причем даже не обязательно ее афишировать, надо ее просто добавить в раздел «Универсальный доступ», куда много разных фич залетает, и чтобы она там просто была. Кому надо, включит, кому не надо, не включит. То есть здесь технических проблем с точки зрения реализации вообще ноль. Но еще один запрос, это, конечно же, возможность дублировать приложение. Этого, на самом деле, ждут очень давно, это давно есть на Android, в разных версиях прошивок, в разных версиях лаунчеров, и да, наверное, хотелось бы посмотреть в эту сторону. Я вам больше скажу, что ходили слухи еще во времена анонса iOS 14, до ее анонса, что такая функция будет презентована. Но, видимо, не сложилось, возможно, мы с вами увидим это в этом году. Хотелось бы верить, потому что иногда это бывает удобно, например, с тем же там WhatsApp, который не поддерживает множество аккаунтов, закинул два WhatsApp, сделал два аккаунта, и у тебя все хорошо работает. Поэтому я думаю, что рано или поздно эта функция придет, не знаю, придет ли она в iOS 15, но, конечно, видеть бы ее хотелось, потому что вот иногда бывает нужно, а этого нет, и это немножко печально. Если вы сейчас думаете, как-то маловато он рассказал, но дело в том, что я делал предыдущий ролик, опять же, вот там по подсказочке его посмотрите, где я рассказал больше вещей, которые хотят от iOS 15, и чтобы не повторяться и не растягивать хронометраж, просто загляните туда, и я там все вам описывал. Если же этот ролик понравился или был чем-то полезен, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Вот там вот внизу, как уже говорил ранее, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокол, чтобы ничего классного, интересного не пропустить. YouTube вам тогда пришлет уведомление. И там же, внизу в комментариях, пишите тоже, согласны ли вы с этим дополненным списком. Может быть, хотите еще что-то добавить. Если будет много интересных комментариев, потому что я брал не все, например, для этого выпуска, чтобы также в хронометраж уложиться, то я, конечно же, сниму еще один ролик. Почему нет? Ну и, конечно же, вот эти два ролика не забудьте посмотреть, там тоже очень интересно, подобран для вас много YouTube. И вот сюда, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...